Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 июля. У нас на улице по-прежнему немножко так пасмурно, но дождя хотя бы нет, и то спасибо. О, комментатор пришел, Сажик. Я вот сегодня собираю урожай, самые-самые спелые срываю, и подошла к сорту Штраух, потому что многие интересуются, когда я писала весной, что как я хотела иметь этот сорт Штраух. Потом, он же у нас как раз попал в тот лоток, в котором были ниточки белые, которые я поставила на шкаф от внука, чтобы он не разбуровил посевы. И они взошли, и 10 дней без света и без воды выросли белыми ниточками. Вот я их выхаживала, они все верили, что можно их выходить. И вот Штраух был как раз в том лотке, и уже многие спрашивают, как те растения, которые были белыми ниточками. Но я их так как посадила не все вместе, я все вместе их не могу показать, а Штраух вот сейчас покажу. Как раз пришла вам немного рассказать об этом сорте. Вот это тот самый, кто не видел, если предыдущий ролик про Штраух, это тот самый немецкий сорт, сейчас вот так зайду, чтобы с этой стороны показать, который, я говорила, что он в Германии у них считается самым популярным коммерческим сортом. Почему? Сейчас покажу, какие кисти. Вот видите, вот в руке у меня вот эта кисть, огромная такая тяжелая, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот в этой кисти шесть томатов. Они небольшие, 80-100 грамм, но они плотные, лёжкие. Вот как я читала описание, считается самым популярным коммерческим сортом именно из-за того, что у них выровненность вот этих плодов, они у них товарный вид хороший, они долго хранятся, их можно перевозить. Ну, конечно, небольшим минусом, таким маленьким-маленьким минусиком является то, что они мелкоплодные. Мы же все любим такие крупные, мясистые. Но мясистые они или нет, я хочу выдержать их подольше. Вот поэтому сегодня, которые уже переспели, видите, начинают у меня трескаться, которые переспели и трескаются, я их снимаю, а Штраух ещё немного у меня повисит. В описании о нём сказано, что он полтора метра в высоту, но он у меня дорос. В теплице, видите, они же все, вы знаете, что они делают длиннее. Вот в теплице он у меня, сейчас покажу, как дорос. Он у меня дорос, видите, я его уже тут в пучок связала. Он у меня дорос до потолка, уткнулся. И что с ним делать, я не знаю. Я хотела его приспустить, вот эти вот, по совету других людей, что некоторые опускают, вот эти вот. Я здесь отвязала, хотела петлю сделать, но он под весом этих кистей как вниз рухнул, и вот здесь подломилось даже вот этот вот ствол. Я пожалела, что начала приспускать. И хочу всех от этой ошибки предохранить. Если вы не умеете вот эти вот петли приспускать, некоторые прям спускают ещё вот так. Но он такой тяжёлый, кисти же, много кистей, и он под своей тяжестью прям рухнул весь вниз. Я его назад опять потащила, опять привязала. Я хотела из-за чего приспустить. Видите, ещё активно завязываются плоды на всей высоте. Вот, вот эта высота уже выше меня, но здесь тоже завязываются помидорки, видите, вот. И я думала, что если ещё у нас август, ещё можно сентябрь в теплице, думаю, вдруг вот здесь тоже будут помидорки, потому что тут цветов ещё много. И хотела как бы его продлить плодоношение, но ничего у меня не получилось с приспусканием. Опустить штрауха я не смогла. Ну, получится столько, сколько есть. Сейчас посчитаю, сколько кистей, и закончу, чтобы вас сильно не задерживать. Раз, два, три, потом четыре, пять, шесть. Вот по шесть кистей на каждом кусте уже есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На одном шесть, на одном семь. Но восемь кисточек точно созреет. И все они, видите, как шарики одинаковые. Размер с бильярдный шар, очень красивый, красный. И вот, смотрите, вот которые недозрелые, вроде кажется, у плодоножки светлое пятно, а те, которые уже созрели, у них это пятно исчезает. Потом проведу дегустацию, скажу, сладкий или нет, но написано, что это сладкий. Вот эта новинка в моём огороде, выращиваю первый раз. Вот он у меня получился высокий. Но одна девушка мне написала, что я из Германии, она попросила, брат прислал натуральные семена штраух, прямо из Германии прямиком. И что они у них детерминатные, не очень высокие. Так что может оказаться, что под именем штраух тоже не один сорт, а может быть два, может быть они разные, может быть они одинаковые. На будущий год испытаю ещё и второй сорт. Но пока что у нас вот такой штраух поспел, очень хороший. Поспел вовремя, несмотря на то, что он был упущен у меня в лотке до белых ниточек. И когда я его выхаживала, конечно, неделю-две он потерял, но всё равно, конец июля, он уже готов. Раз, два, три. По три кисти на каждом кусте уже спелые. Всё, до свидания. С вами была Ольга Чернова и краткий видеообзор немецкого сорта штраух. Не очень распространённого в нашей России, но урожайного и, говорят, вкусного. Попробуем. С вами был Ольга Чернов. Продолжение следует...